Приветствую вас, друзья! Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыбка». И в гостях у нас сегодня человек нестандартной биографии и небанальных представлений о прекрасном, актер и музыкант Денис Бургазли. Приветствую вас! Здравствуйте! Спасибо, что пригласили. С большим удовольствием принимаю участие. Спасибо, что пришли. Давайте прямо с корней начнем. Я был уверен, что фамилия Восточная оказалась болгарская. В этом интервью сказали, что это просто человек из Бургаса, получается, да? Да, человек из Бургаса. И когда я бывал в Болгарии, то со мной сразу начинали говорить по-болгарски, когда я показывал паспорт, я, к сожалению, только два слова, и то я их уже, наверное, забыл, знаю по-болгарски. Родители, мой отец, мой болгарин, но из крымских болгар. Действительно, фамилия болгарская, ну, конечно, имеет тюркские различные корни, потому как, все мы понимаем, огромное количество лет под игом турецким, и все это как-то все смешалось, перемешалось. Я думаю, что вы болгарский уж точно освоили, учитывая, что вы, как я понимаю, вообще легко осваиваете языки. Ну, я думаю, что вот с болгарским бы трудностей не было бы, если бы я задался такой целью. Но пока он не вышел на этот уровень, еще нет у меня такой задачи. Потому что я с удивлением узнал, что немецкий вы учили уже, переехав в Германию. То есть вы приехали туда со знанием английского, вы осваивали уже. Все роли, которые вы исполняли и на площадках немецких, и в немецком кинематографе, вы играли как бы с акцентом, или вы достигли совершенства, то есть разговаривали без акцента? Я разговаривал и разговариваю с акцентом. Это прям русский акцент или просто акцент? Как определяются немцы? Это называется восточноевропейский акцент. Они не делают разницы, и он не разнится. То есть они не слышат разницы, будет это говорить человек из Восточной Европы, из России, или из какого-либо другого государства, из Чехословакии, Польши, по большому счету им все равно. Ну вы играли ведь иногда и в театре точно персонажей не из Восточной Европы, скажем, в том числе. И зритель на этих вещах не зацикливается, да? Он просто смотрит на пластику, на какой-то вот... Европейский театр, Западноевропейский театр устроен таким образом, что зрителя особенно в последнее время очень мало спрашивают о его мнении, о его предрасположенности и желаниях. Хвала моему художественному руководителю, который также этот вопрос обходил и просто давал мне возможность сыграть главные роли в классических немецких произведениях, таких как Войцек, Мэкки Мессера, я играл в «Трехгрошовой опере». Я играл Айлифа в «Мамаши Кураж», я играл Хильдриха в «Битве Германа Кляйста», я играл Клавиго в пьесе, одноименной пьесе Клавиго Гёте, ну и так далее. Классика. Там методика работы отличается от отечественной? В театре? Да. Безусловно. Безусловно. Во-первых, это все достаточно быстро и динамично, что мне очень по душе, потому как такое количество времени, например, репетировать, или нашим языком говоря, разминать, укладывать, осваивать, текст и материал просто возможности нет. Все-таки, как ни крути, а это одна из разновидностей шоу-бизнеса, театр. И на то нету просто ни времени, ни возможностей, потому что выстроен определенный график, стратегия, все стоят в очереди на следующий спектакль. И на самый сложный спектакль постановочный, где занято очень много людей, где сложная машинерия, я имею в виду сценический, технический, но, знаете, шесть недель — это подарок просто. Это максимально, сколько может выделить большой репертуарный театр. Поэтому все очень динамично, быстро. Соответственно, от тебя ждут того, что ты достаточно подготовленным уже придешь на первую репетицию. Не обязательно. Это не значит, что ты должен знать наизусть всю свою роль и текст. Я никогда не учу текст дома и не учил его на иностранных языках. Никогда. Я запоминаю его физически. То есть мне нужно что-то сделать, например, там, как-то пройти, что-то придумать, что-то, я не знаю, поправить, застегнуть, поднять, опустить, поставить. Тогда я запоминаю определенные... У меня таким образом моя профессиональная память устроена. Поэтому я поначалу волновался немножко, когда меня пригласили работать в этом большом западноевропейском театре. Это джаннвер, да? Да. Через, например, ассистента режиссера я просто предупреждал, чтобы человек не волновался. Что я текст постепенно буду во время репетиции укладывать, похожу с листочками или мне во время репетиции помогает суфлер. Но ты должен быть подготовлен. Здесь должно быть какое-то свое мнение, представление. Ты должен представить, что ты режиссер. Оптимальная работа заключается в том, что режиссер тебе ничего не будет говорить. Как тебе, куда встать, что сделать. Оптимальный формат работы — это то, что ты режиссеру предлагаешь некие варианты, которые ты сам продумал и считаешь их нужными, достойными или интересными. И он уже будет выбирать и в соответствии со своей концепцией, и как он себе представляет эту форму, будет дальше с тобой работать. Поэтому он требует определенной подготовки. Все очень динамично, быстро. Это очень хорошо. Это тяжело поначалу, потому что мы привыкли. Но пару недель посидим за столом, почитаем. Как будто мы дома этого не читали. А там читок-то даже нету. Я лет за пять, раза два прочитали, наверное, вот такой вот в начале, когда все за столом знакомятся, какой-нибудь там отрывок или абзац, или первый акт из двух актовой пьесы. Нам представили макет декораций спектакля. Художник показал эскизы костюмов, а может быть даже какие-то детали. Все встали и перешли в репетиционный зал. Это все в один день происходит. И потихонечку приступаем. А там уже выгородка, уже репетиционные костюмы, все подготовлено. Мне по душе так. Вы знаете, мне очень отрадно было услышать, что вы понимаете, что театр – это часть шоу-бизнеса. Потому что из всех моих собеседников, насколько я помню, только двое – это Антоний Бандеров и Геннадий Хазанов, тоже исходили из этого теза. Остальные люди вашего цеха, они обижаются. Слово шоу-бизнес – у них это ругательство. Почему? Почему такое отторжение к этому термину? Что видится в этом? Шоу-бизнес – великая вещь. Без него никак нельзя. Мы все работаем в этой сфере. Можно его по-разному называть. Но в итоге это все шоу-бизнес. Театр – его разновидность. И великий, успешнейший, золотой проект этого шоу-бизнеса, что касается театра, я считаю, что это задумка Константина Сергеевича с организацией Московского художественного театра. Это великолепная вещь, прекрасно продуманная. Он это понял, уловил, как человек очень умный, как прекрасный предприниматель, потомственный. То есть там составляющая бизнеса была тоже, и шоу, и бизнес. Конечно, нельзя было такую машину поднять без каких-то основ бизнеса, без вложений и так далее. Конечно же. Потому что он просто продумал это дело, придумал, и уже потом и система, и актеры, и здания, и все остальное. Но это проект шоу-бизнеса, это великолепный коммерческий проект, который еще и просто не чистая коммерция, там еще очень много от сердца и от души, так как он написал эту систему, и лучше ничего не придумано, и все остальное до сих пор, потому что меня постоянно зовут принимать участие и возглавлять различные и форумы, и воркшопы, особенно там, за рубежом, и хотят побольше углубиться в знания этой системы. Лучше ничего не придумано, и я думаю, что вряд ли будет когда-нибудь придумано. Все остальное, так называемые школы, направления, ответвления, это сектанство. Это такие интересные мысли, которые ухватили очень талантливые люди, такие как и Михаил Чехов, и, я не знаю, и Гротовский, и Вахтангов, и остальные. Большое им уважение и респект. Но основа основ — это система Станиславского. И лучше ничего не придумано пока что. Вы, рассказывая как-то о своем опыте зарубежного работы и в кино, и на площадках, особо отметили, что там каждый человек, он профессионал, и вот на каждом этапе задействован специально обочинный человек, как говорится. Тогда мне объясните, почему же случаются такие накладки, и даже в Голливуде, вы знаете эту шумную историю, когда Олег Болдуин просто застрелил режиссера. Там же тоже был человек, ответственный за то, чтобы это был реквизит, чтобы там не было. Значит, дело все-таки не в профессионализме, а в том, что как-то нами управляют какие-то высшие силы. Как вы считаете? Ну, в этом случае с Болдвином, наверное, все-таки высшие силы. Если не брать во внимание то, что, может быть, человек, отвечающий за оружие, сильно поссорился когда-то с режиссером. То есть вы допускаете, что это была подстава, да, какая-то? Ну, я думаю, что вряд ли. Я думаю, что вряд ли, потому что по моему опыту много приходилось иметь дело с оружием. Это не то, что специально обученные люди, я даже не знаю, как это назвать. То есть это все делается при тебе. Подходит человек, у которого в руках оружие, который открывает магазин, барабан, который показывает тебе патрон, который туда вставляется, закрывает, отдает тебе в руки. И как только прозвучала команда «Стоп!», ты еще не успел даже вздохнуть, он уже стоит возле тебя, и ты обязан ему в руки отдать это. А зачем вообще на съемках настоящее оружие? Почему не реквизит? Вот в чем вообще, как говорится, цимис, использовать боевое оружие? Я думаю, что это видно. Я думаю, что видно. Профессионалам или вообще зрителям? Я думаю, что это видно сразу, что это боевое оружие. У меня был случай на съемках такой, у меня был пистолет с барабаном, вот с системой револьвер, с укороченным таким дулом, такое очень серьезное, серьезное такое оружие, достаточно крупнокалиберная вещь, тяжелая, большая. Я ко мне подошел, я в... Сцена заключалась в том, что мне нужно было вывести девушку, у нее этот пистолет был приставлен возле виска, я ее так удерживал, выводил ее, как заложницу, у нас был диалог, подошел человек, специальный пиротехник, оружейный мастер, который открыл, стояла девушка, он открыл, открыл этот пистолет, показал мне, показал и ей, пули, которые он положил в барабан, они были все прострелены, с простреленной капсулой, но они изображали из себя непростреленные, невыстреленные патроны. Крупный калибр, большая пуля, большая гильза, он полностью зарядил барабан при нас, он закрыл пистолет, отдал мне в руки, взвел курок, и когда мы репетировали, я вывел ее, значит, я вывел, так как я не попробовал этот револьвер, он был очень чувствительный, я случайно нажал на... Ничего себе! Я случайно нажал на курок, и оно потеряло сознание. Вот это история. Да. А что это за проект был? Это был проект, такой достаточно популярный проект в Германии, он назывался «Дикие ангелы». Это по типу «Ангелы Чарли», это три девушки, которые... То же самое было, вот такая франшиза, или такая какая-то... Такой проект был в Германии. Вот она, она практически, она потеряла сознание, случайно нажал на курок. Я думаю. Кстати, тоже любопытно прозвучало в одной из ваших телевизионных бесед, наблюдения, что вы приобрели вот этот опыт общения на Западе. Говорить о деньгах свободно и легко, потому что вот, ну, я, допустим, советский человек, и действительно, для нас всегда это вот деньги, это было что-то невысокое, что-то низкое. А вы считаете, что это присуще поколению, или это в нашей стране такой вот зажим, всегда, когда надо обсуждать суммы гонораров, просить? Вы знаете, по-моему, сейчас уже с годами это стало легче. Мне кажется, это стало легче. Но в нас, конечно, это все присутствует. Было тяжело. Было тяжело, вам просто нужно осознание и понятие того, что то, что ты представляешь из себя и то, что ты предлагаешь, это стоит денег и это совершенно нормально. То есть ты знаешь, сколько это стоит, сколько ты стоишь, грубо говоря. Поэтому можно открыто об этом говорить. Но у меня те же самые, как и у вас, были комплексы. Конечно же. А вы от них избавились? Ну да. Ну для вас, я так понимаю, что вопрос денежного вознаграждения не является определяющим при принятии решения, будете вы участвовать в проекте или нет. Да. Вам должно быть, как вы говорите, интересно. Да. Это интересно вам играть или это интересно, потому что потом будет интересно зрителю. О каком интересе вы говорите? Вы знаете, обоюдно. Конечно же, если мне это интересно играть, подразумевает под собой то, что это будет интересно смотреть потом зрителю. Должен оговориться и сказать о том, что такая возможность это в нашей профессии и в моей профессии в общем-то большое счастье. Конечно. Иметь такую возможность, когда есть выбор, когда можно сказать, нет, я не буду это делать в силу разных обстоятельств. И неоднократно я говорил и скажу еще раз, не хотел бы, чтобы это прозвучало как-то с какой-то нотой кокетства или лукавства, но просто есть такая возможность вот лично у меня. У другого человека ее может не быть. А третий актер, например, считает, что нужно делать вообще все, любую работу, которую предлагают, потому что это его профессия. У меня есть такие знакомые. И я не имею ничего против этого. Это его личное дело и его профессиональный взгляд на вопрос. Он не отказывается вообще ни от чего. Потому что если ему предлагают, он считает, что он должен выполнить эту работу. Я так не считаю. И имею возможность выбора. Это большое счастье. Так сложились обстоятельства. Я таким образом живу, и у меня есть такая возможность. То есть у другого человека ее может не быть. Это не обязательно должно быть всегда именно так. Я правильно понимаю, что в Германии вам приходилось отказываться от предложения играть русских военных? Да, часто. То есть это идеологически мотивированный был отказ? Почему вы не брались за эти роли? Да, идеологически, потому что, ну, вы знаете прекрасно, что вообще сходят различные споры и очень много вопросов по, что касаемо, например, Второй мировой войны, ее исхода, ее участников, вопроса настоящих победителей, да, в этой страшной битве. Это вопрос, конечно, идеологический. И исполнять роли русского, советского солдата, захватчика, или каким-то образом, который могут затронуть честь солдата, честь офицера, никогда. Я этого делать не буду, и у меня это прописано, в общем-то, было прописано. И в договоре об этом знали все, кто меня представлял, мои агенты, которые представляли меня, ну, за границей. А во время работы в Германии вы не сталкивались там с русофобией или с каким-то негативным отношением к себе, как выходцу из России? Никогда в жизни. И это замечательно и удивительно, потому что это говорит о том, что вот актеры, они везде актеры. Вот неважно, в какой стране, на каком языке мы говорим, мы все из одного цеха, и кроме поддержки какой-то там в трудную минуту или какой-то профессиональной, моментальной какой-то готовности помочь взаимопомощи, я ничего негативного на себе никогда не ощущения. Ни на съемках, на съемках-то вообще об этом говорить, это все текучка и это все достаточно быстротечно, а в театре, где человек постоянно служит в трупе, я никогда с этим не сталкивался, ни на секунду. хорошо, но ваша дочь, которая там родилась, училась, или она уже прям совсем была немка, то есть никто не понимал, что у нее есть русские как бы корни? Она просто с гордостью об этом говорит, об этом никто не понимал, но она с гордостью об этом говорит, она этим... По сию пору? Она просто этим гордится, и ей это очень комфортно, ей это нравится, люди знают, например, обращаются к ней по каким-то вопросам там, литературы, или чтобы она помогла, или что-то подсказала, она постоянно с этим сталкивается, и в театре, и на телевидении, постоянно тут недавно она рассказывала, что-то кто-то ей звонил, что-то такое просил прояснить какой-то вопрос, а вот как у нас по традиции там правильно что-то такое вот там, скажем там, в масленицу вот так, или вот так, вот она на эти вопросы отвечает, с большим удовольствием. Ну, может, я просто знаю, много знакомых в Германии, они там рассказывают об этих публикациях, где там, рассказывается о миллиардах изнасилованных немок бойцами там, советской армии, и вообще, действительно, вот эта попытка ревизии и переписывания истории, она происходит в том числе и в Германии, может быть, в меньшей степени, чем за океаном. Ваше отношение к этому как-то связано с тем, что у вас дедушка воевал, или это независимо? Связано мне, конечно, обидно и больно, мы победили в этой войне, победили всем народом, и это мое совершенно твердое мнение, дед воевал, и история молодого человека, который в 19 лет потерял ногу, и у которого впереди вся жизнь, был танкистом, награжденный орденоносец, и он просил меня, и ему снилась война, всю его жизнь, все эти ужасы, это ужасно, что сейчас это разбирать и о количествах изнасилованных каких-то там, но это страшная глобальная вещь, война, и она была так, и исход ее все мы прекрасно знаем, как что было, и все это доказано, у меня только одно мнение по этому вопросу. Как вы воспринимаете современные фильмы о войне, то есть Второй мировой, о Великой Отечественной снимаются, вы видели что-нибудь из этих работ? Если мне что-то попадается, я смотрю военные фильмы, чтобы посмотреть на своих коллег, как они, например, с этим материалом справляются. Я был уже достаточно в таком взрослом возрасте, когда первый раз сыграл в военном фильме большую роль здесь у нас. Смерть шпионом, скрытый враг. Мне повезло, и мне досталась главная роль, которой я с большим вниманием, большой любовью и ответственностью подошел. И мысленно я, конечно же, все время думал, например, о своем деде, когда мы это снимали. И она останется у меня в памяти. Это большая моя первая работа. Мне интересно, как люди, как актеры, ребята из моего цеха подходят к этому. У кого-то больше ролей, кому-то больше везет, кому-то меньше. Я, например, у меня их немного военных таких персонажей. Поэтому мне интересно. В этой связи я смотрю фильмы. Мне кажется, что все трудно, наверное, изобразить все действительно так, действительно в тех красках, действительно настолько достоверно, насколько это было. Потому что представить себе это невозможно просто. Я не могу себе это представить, когда просто пролетает над тобой. Вот сейчас, вот сегодня пролетает над тобой или вблизи от тебя просто военный вертолет. Это непонятно вообще что происходит. Это какая-то огромная машина с нереальным шумом. Птицы взлетают с деревьев. Дети начинают плакать кругом. У меня был ребенок совсем маленький, мы с ним гуляли. Пролетал военный вертолет. А это постоянно происходит. Люди в этом живут. Представить себе трудно. Как это передать при помощи кинематографа? Как это передать? Передать эти переживания? Очень сложно. Фильмов о войне мне кажется по-настоящему хороших я думаю очень мало. Один из фильмов который произвел на меня очень серьезное впечатление он не о Великой Отечественной войне а о войне война так и называется балабан он произвел на меня очень сильное впечатление я был в экспедиции где-то я снимался не в Москве и смотрел его ночью по телевидению после съемок в позднее время и я два дня я ходил под впечатлением мне кажется ему удалось передать очень сильно и очень мощно передать те вообще и ощущения и эмоции и картинку да все это очень серьезная картина о войне так же как и песен о войне настоящих которые это мое мнение которые оставляют поистине глубокое такое впечатление где-то в душе и в сердце в нашем у каждого человека что-то связано с войной у русского у каждого нет такого человека у которого что-либо в семье не было связано вот их так же не так уж много по несложной ассоциации когда вы упомянули Балабанова я вспомнил Сергея Бодрова и знаете в каком контексте в контексте вашего утверждения что хороший актер должен обязательно быть человек с профессиональным образованием посмотрите у нас есть пример Бодрова который не был актером по образованию в общем актером вообще как бы ну не был то есть он играл казалось что он играет самого себя вы как для себя вот этот феномен можете объяснить Бодрова что он стал культовой фигурой вы знаете наверное стоит разделить театр и кино в этом вопросе в первую очередь театральный актер и потом уже киноактер я имел ввиду актеров которые которые служат в театре давайте представим себе Бодрова например в роли Иванова я с трудом но вы понимаете почему да я понимаю почему я это говорю при этом великолепные киноработы которые все любят которые мы с удовольствием пересматриваем его способ существования и мы видим что это не профессиональный актер и в этом его прелесть в этом его обаяние и в этом заключается вся любовь нашего российского народа к нему вас как музыканты не просто музыканты а рок музыканты не могу не спросить вот про саундтрек фильмов Брат и Брат 2 потому что доводилось читать что половина успеха это именно вот музыкальное оформление что вы можете по этому поводу сказать наверное немного кроме того что правильно подобранная песня конечно это влияет на успех картины очень тому масса примеров даже не будем проводить ну что вы ну как я как коллекционер винила у меня несколько пластинок только с Марикона например это только музыка из фильма ну что тут говорить там однажды на диком западе и обо всем остальном это я не знаю как выглядели бы эти картины не будь там такого саундтрека я не знаю причем это музыкальные там нет песен это просто музыка я не знаю насколько это пронзительно насколько это придает драматизм этим всем пейзажам так называемой Аризоны и всего остального или там где-то под Техасом где они снимали не знаю конечно залог успеха я не очень помню саундтрек я помню вечно молодой и вечно пьяный песню из Б2 полковнику никто не пишет не знаю я не думаю мне не кажется так что этот фильм обязан там есть драйв и без этих песен он его просто прибавил потому что он хорошо разбирался в музыке и чувствовал и чувствовал вот этот вот где вот нутром все это выражено настоящий рок-н-ролльный драйв он это чувствовал хорошо и хорошо подобрал это только была еще более укрепило подкрепило и помогло да но мне кажется что и без этого там вообще отлично потому что он настолько там такой стренджер и настолько вот он там путешествует в такой-то потертой кожаной куртке и настолько там как-то прохладно и холодно и вот эти какие-то самодельные какие-то его пистолеты и какие-то вот эти улицы какие-то полусырые там прекрасно все и без этого я про лысого брюнета конечно же поговорю раз мы уже начали говорить про музыку не исполнить Петра Мамонова вы с ним работали только на сцене как актер или когда-то приходилось вместе музицировать мы дружили очень долго более 30 лет до самого его последнего дня были близкими друзьями мне приходилось с ним музыцировать мы с ним ну немножко все время поигрывали но он пригласил меня играть на своем юбилейном вечере когда ему было 50 нет ему было 60 я играл на бас-гитаре мы с ним репетировали программу ее сделали он играл на гитаре я играл на бас-гитаре у него на этом вечере мы были вдвоем на сцене ну сейчас самое время конечно перейти к тому артефакту который по просьбе наших продюсеров вы принесли в студию это как раз бас-гитара вы спросили про Петра Мамонова перед вами первая бас-гитара группы звук ему да вы что да это первая бас-гитара рок-группы звук ему это гитара Петя Мамонова которая досталась мне она хранится у меня с которой очень многое связано потому что первый раз увидев группу звук ему примерно в 84-м или 80-м примерно 85-м году это полностью изменило мое представление о рок-музыке о музыке вообще полностью перевернуло мое 15-летнее или 14-летнее сознание я понял что музыку можно не только слушать ее можно и видеть и что это огромное искусство без каких-либо границ это все было благодаря рок-группе звук ему у меня в руках первая бас-гитара с которой все начиналось когда я после окончания института в 91-м году организовал собственную рок-группу у нас не было бас-гитары и Петя отдал эту бас-гитару моему басисту на которой он начинал репетировать мы играли отыграли достаточно большое количество концертов с этой бас-гитарой Александр Чебышев мой басист он играл именно на этой гитаре пока мы не приобрели он не приобрел собственный инструмент мы всем миром собирали от как он познакомился с Мамоновым ваш басист мой басист познакомился с Мамоновым потому что Петр любезно предоставил нам свою студию и свое репетиционное помещение для репетиции моего ансамбля оркестра мы у него репетировали вот эта бас-гитара досталась это сердца да сердца моему басисту далее потом я ему отдал ее обратно он на ней записано много композиций на таких альбомах как например сказки братьев грим много вещей записано на ней он придумал такую систему вот здесь вот вставлялась такая вот штучка и блокировала вот здесь вот струны и он на ней играл вот прям аккордами как на гитаре это все слышно прямо на записи вот это вот все есть она хранилась у него и когда мы решили с ним делать юбилейную программу в тот момент у меня не было бас-гитары и я играл на этом инструменте пока не приобрел свой собственный вот такой вот у вас артефакт в гостях сегодня потрясающе просто потрясающе а какой репертуар был у Сердец только авторские песни которые я сочинял сам я писал песни вместе с текстами да, вместе с текстами я делал такой некий музыкальный шаблон текста и потом вместе с гитаристом Алексеем Шаталовым мы делали аранжировку доводили до ума мы исполняли только собственные песни никогда то есть не играли мы знаем что даже Битлз начинали с исполнения нет мы играли только собственные песни остались какие-то по пластинке я понимаю пластинок мы не выпускали но на ресурсах материалы есть были записи были неоднократно они были сделаны там 10 песен записали в 93-м году качественно то есть еще до отъезда в Германию да, потом еще дописывали потом еще что-то дописали есть с концертов есть видеозаписи где мы вживую на радио выступаем радиоракурс была такая радиостанция независимая материал есть если вот кто любитель может вам же как коллекционеру винила надо же увидеть наверное винил сердец да, да еще все впереди но я думаю не альбом а я думаю что сингл надо бы сделать по две песни со стороны маленькую я думаю что 45-ку да я думаю что можно сделать но еще все впереди еще сделаем а как вы относитесь к жанру мюзикла потому что когда они люди которые принесли сюда эту культуру мюзикла начинали я всегда очень скептически комментировал считал что у нас не приживется смотрите у нас пошло как вы вообще мюзикт для вас это интересно а почему вы скептически относились мне почему-то казалось что у нас это не приживется что это чисто такая какая-то вот ну Бродвей не знаю там город Лондонск что мы как-то вот не не воспримем это но я ошибался я должен признаться я воспитывался на Джизус Крайз Суперстар на рок-оперы да на Виспо в бродвейском варианте исключительно в бродвейском варианте никакого другого я не признаюсь детства только в исполнении Теда Нейли Иисус Христос для нас конечно это была рок-опера не мюзикл да конечно я отношусь я отношусь хорошо я участвовал в мюзикле но в таком который был создан из готовых произведений я за границей несколько лет вот пел ну при театре участвовал это в общем-то мюзикл был то есть это была на драматической основе сделана из готовых из готовых песен такая вот такой вот двухчасовой такой вот вечер вообще отношусь хорошо по-моему это ну если это если это Эндрю Ллойд Вебер то то что тут скажешь зритель должен разделять продукт который производит музыкант актер режиссер и от его скажем ну и политической позиции и человеческой не знаю человек там я не знаю не платит алименты ну нужно разводить эти вещи или потребитель должен вот делить или умножать на свое отношение к человеку который что-то вот производит делает записывает музыку ставит спектакли ну если человек увлекается творчеством какой-то персоны например ну или поэт или музыкант мне кажется что думаю что да потому что но мне было бы интересно что из себя представляет человек вне своего искусства что он думает что ну наверное это не обязательно это личное дело каждого мне было интересно узнать о музыканте о его жизни о его взглядах например если я кем-то серьезно увлекался там ну на примере Генри Роллинса например настолько многогранная персона что мне было интересно и вдруг ну для меня всю мою жизнь существовал как музыкант работающий в достаточно тяжелом направлении машина невероятная рок-н-ролльная машина которая ну настолько брутально который практически обнаженный на сцене мускулистый культурист который и вдруг когда я поехал за границу на его так творческий вечер так сказать и стал слушать то о чем он говорит я вдруг для себя понял что это великолепная актерская игра и что на самом деле он никакой не рокер а высоко одаренный актер с колоссальным талантом конферанса который умеет держать любой зал и рассказывает талантливейшим образом всякие юмористические и не очень истории у меня было с собой конверт от пластинки я хотел с его альбома я хотел чтобы он расписался и я к нему не пошел потому что я понял что это не Генри Роллинс я не пошел и он так и остался с этим фломастером не подписанный и я понял что это другой человек это не это не тот человек от которого я бы хотел получить автограф потому что Роллинс тот от которого я хотел получить автограф который сам себя называл под animal под машин это не он как вообще до должен относиться вот творческий человек к построению своей биографии то есть должны ли вы люди сцены люди экрана помнить о том что надо соответствовать мифу что у вас есть поклонники который видит вас ну как вот вы рассказывали есть какой-то образ вот вы должны какие-то совершать усилия для чтобы соответствовать этому образу или вы делаете то что вы делаете на сцене а уже зритель там пусть и сам разбирается нравится ему или или не нравится вне вне зависимости того что он читает потом там не знаю в той или иной прессе про того или иного исполнителя я считаю что если дана такая возможность и на тебя возложена эта ответственность быть человеком общественным как это называется например медийным человек на которого смотрят которого слушают я считаю что человек должен соответствовать этому не побоюсь этого слова званию конечно я считаю что да должен этому учили меня мои учителя мои старшие товарищи это собственно говоря и выражена в некой этики например театральный тем же константином сергеевичем многоуважаемым например в его статье отдельная статья есть этика актерах театральных и о их жизни вне театра и жизни в театре я считаю что должен соответствовать вы работали с великими мастерами когда про участили упомянули конечно не могу не сможете вы работали с любшиным с ефремовым и не не про михаила говорю а про его взрослого отца и даже со смоктуновским нам довелось работать вы понимали допустим что не было же в советском союзе вот то что называется желтой прессы пусть про этих людей в общем ничего не знали вы понимали что существует разрыв между тем образом который у зрителя существует и тем человеком с которым вы в реально общайтесь и знает знаете вот вы рассказывали очень интересно что смоктуновский может играть руками и что он бывал иногда очень навязчив своих наставлениях или вы об этом не задумывались когда вы общались я честно говоря не задумывался но я честно говоря об этом не задумывался но я понимал масштаб этих людей больших глазах не увеличился из-за того что вы с ними общались и понимали что они тоже люди условно говоря что они тоже пьют едят курят и и так далее по списку они все-таки были они все-таки были для меня грандиозными все не как 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 не крути как и вот не не возьми они были грандиозными и накентий михайлович смоктуновский и олег николаевич ефремов с ним меньше просто было контактов а с накидзем михайловичем я отрепетировал с ним встречался каждый день потом мы с ним играли там четыре пять раз в месяц мы все время как-то с ним пересекались как-то сталкивались я осознавал во-первых масштаб личности вообще эту мощь и я понимал где-то я понимал что люди не ну зритель очень многого не не знает и не видит и не понимает и но не знаю это было в порядке вещей это было в порядке вещей вот вы не представлены совершенно в социальных сетях создается впечатление что вы как раз к себе публику не готовы пускать ну чтобы она что-то знала там не знаю про ваши пристрастия или про вашу семью это обманчивое впечатление почему вас нет соцсетях я не особо люблю мне некомфортно выставлять свою личную жизнь на обозрение широкое обозрение публики поэтому я очень так скромно участвую во всех вот этих социальных сетях сейчас то вообще и того меньше но я с большим удовольствием в последнее время устраивают такие некие творческие вечера в разных городах совершенно с разными людьми началось это во время эпидемии я по по примеру своего близкого очень друга гоши куценко стал вести прямые эфиры один на один с камерой и с с публикой у меня была гитара я стал эти вечера готовить мне очень мне очень понравилось мне было чего очень комфортно и интересно делать формат этих вечеров где были самое главное это вопросы моих подписчиков зрителей любые вопросы я на любые отвечаю с откровенные с удовольствием я составлял из них список самых интересных для этого эфира далее были песни и были стихи которые я подбирал к этому эфиру это приблизительно 45-50 минут такой оптимальный формат когда никто не устает не навязчиво таких эфиров я провел 4 я решил их делать вживую по этому же принципу вот такого же формата я куда-то еду в какой-то город например предупреждаю я например сейчас снимался на юге я предупреждаю там людей в геленджике там знакомых говорю я здесь я с удовольствием встречусь с кем хотите с вашими знакомыми друзьями подписчиками это здорово в ставрополе недавно я полетел друзьям говорю ребята организуйте чтобы они мы не просто встречались да где-то сидели за столом небольшое помещение ваши друзья знакомые сколько хотите достаньте гитару подготовьте вопросы и все я привезу стихи я вожу с собой стихи то есть чтобы было такое взаимообщение поэтому я я в общем-то открыт можете кстати попросить золотую рыбку у нас есть золотая рыбка и что чтобы она помогла в этом смысле уважаемая золотая рыбка я хочу тебя попросить чтобы у меня была возможность не только у меня но и моих детей ездить везде где только человеку захочется выбрать любую точку не только в нашей стране но и на земном шаре беспрепятственно купить туда билет и без всяких проблем и вопросов туда полететь чтобы не было никаких проблем чтобы можно было обменяться каким-то образом и насытиться культурой другого государства других людей и благополучно вернуться назад на всеми любимую нашу необъятную родину спасибо тебе заранее золотая рыбка спасибо вам денег за это золотое пожелание пусть так и будет благодаря беседу спасибо вам